Давление по 200, бессилие и слезы в глазах. В такое состояние 84-летнюю Марию Кирилловну ввела СМС-ка от банка о том, что у нее списали 357 тысяч рублей с лицевого счета. Как отреагировала мама? Очень плохо. Она нервничала. И сейчас даже скорую вызвали, потому что сами видите, давление такое. Я не знаю, как выкарабкаться. Очень плохо. Это наши похоронные деньги. Мы живем только на пенсию. Естественно, стресс, шок. Бабушка вся, и я тоже, как бы, ну, приехал взять. Начали звонить Сбербанк. Сбербанк сказал, что снял пенсионный фонд, обнулил счет. Мы задаем вопрос, как так? Как вы остаете нас вообще без средств существования? Ноль на счету. Что нам делать? Суббота, воскресенье. Их не ответ был. Разбирайтесь с пенсионным фондом. Как выяснилось, денег пенсионерка лишилась потому, что умерла. У нас получается файл. 13 мая был загружен в программный комплекс. После загрузки файла мы должны были принять решение. Решение принимается у нас, значит, сразу же, потому что мы обязаны, территориальный орган пенсионного фонда, обязан осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств. Потому что у нас бывают такие случаи, когда у человека, допустим, пенсия переходит на его расчетный счет, а родственники пользуются денежными средствами. Вот, и, соответственно, в целях исключения таких случаев мы запрашиваем денежные средства в банке. У нас сомневаться в том, что Сибербанк предоставил нам сведения неправильные, ну, не было оснований, потому что сведения поступили с датой смерти, 16-й год, и поступили сведения с актовой записью и с датой записи регистрации гражданского состояния. То есть, и тут мы выяснили, что переплата пенсии образовалась, в связи с чем были отозваны денежные средства. Оказалось, что по данным банка, Мария Кирилловна умерла еще в августе 2016 года в Чите. И либо пенсионерка хорошо сохранилась, либо ее родственники умеют воскрешать мертвых. О подмене бабушки тоже речи идти не может. Она похожа на фотографию в паспорте, да и прекрасно знает свои персональные данные. Я к детству Мария Кирилловна. Какого года рождения? Я с 36-го года рождения, 7-го января. Знаете, что вы 36-го года рождения, а когда узнали, что оказывается 2016-го года смерти, не дай бог? Когда? Сегодня. Пришел, кто он, взять? А по... Я вообще не могу говорить. Ну, знаете, для человека, который уже 4 года как мертвый, очень хорошо говорит. Я не знаю, это в анекдот целый. Ну, как так человек, человек живой. Я же хожу, пенсию получала. Снимали с книжки. Не знаю, мне в голове не выходит, как так. Как так вышло, не понимает и дочь Марии Кирилловны. Говорит, что мама с 2005-го года не проживает в Читинской области, зарегистрирована на Камчатке и с кем могли перепутать Марию Кирилловну, неизвестно. Кроме того, в начале мая Мария Кирилловна лично посещала банк. Закончилась срок годности в бабушкиной карточке. Мы пришли в банк, то есть дочь пришла в банк с бабушкой. Они сделали такие округлые глаза. Хотя пришла до предварительного смс, чтобы получите карту. Они, приходите через 10 дней. Мы пришли через 10 дней, хотя ничего не говорили. Дали карту и все. И потом через 15 дней обнуляют счет. Как тогда Мария Кирилловна числится в банке мертвой с 2016 года – загадка. Оперативно ответить, откуда в кредитное учреждение поступила информация о кончине клиента, редакции МассМедианьюс так и не смогли. Денежные средства были оперативно возвращены клиенту на карту, а счета восстановлены и доступны для проведения операций. Сейчас проводится расследование причин произошедшего. Сбербанк приносит извинения за доставленные неудобства. Наша редакция рада, что после вмешательства журналистов деньги все же вернули пенсионерке. Но нам кажется, что называть такого рода ситуацию неудобствами не совсем правильно. Надеемся, что проверка по данному факту все же выявит виновного. А то как-то слишком много мертвых, но живых пенсионеров появилось в последнее время на Камчатке. Субтитры создавал DimaTorzok